МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий бой будет один на один. Встречайте! Из города Намибия, Алькор! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Нотеншторм Фьючер на ваших голубых и не только экранах. И для вас сегодня работает дуэт комментаторов. Я Константин Ванов и мой коллега Валентин Норчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжим с вами смотреть на то, какое будущее ожидает Нотеншторм Рестлинг. Ну и, как вы уже понимаете, у нас матч-реванш. И его соперник. Рост 170 сантиметров. Вес 73 килограмма. Егор Соколов! АПЛОДИСМЕНТЫ СТОРМ РЕССЛИНГ. Но сегодня у него есть все шансы реабилитироваться. Да, толпа выражает, по-моему, чувство не только собравшихся в зале человек, но и, наверное, по всей России, кто видел шоу 7 декабря. И, конечно же, то самое заявление Соколова о Петербурге в целом, ну и, в принципе, вы это видели в передаче аутсайд, это продолжилось. Но сегодня он обещал сконцентрироваться уже на Алькоре, потому что он расстроен из-за того поражения. В принципе, это неудивительно, ведь он единственный дебютант, который проиграл в своем поединке. Ну и смотри, он начинает вполне сконцентрировано. Несколько хороших ударов в корпус, до этого пытался вообще забить, просто вбить своего соперника в угол. Но Алькор начинает отвечать. Выставленная нога, после этого еще добавляет локтем. А Соколов просто бежит, как зверь какой-то, разъяренный, как бык на красное. Хотя у Алькора черный и синий цвета преобладают. Парочка сворачиваний от Алькора, пока что победу заработать не удается, но шанс такой был. Выкрученный нэкбрейкер от Соколова удержания тоже будет. Слушай, в каком темпе матч-то начался? Буквально полтора минуты прошло, а сколько уже действий? И сколько попыток победить? Да, видно, что очень адреналиновые ребята работают на высоком темпе. Вот сейчас нужно отойти в сторонку. Да, судья дал отчет. Нельзя больше четырех секунд вот так вот прижимать оппонентов канатом. То же самое и сейчас, в принципе, должно происходить. И судья действительно выражает недоумение и говорит, ты что, правила не знаешь? Так, возможно, была попытка броска от Алькора. Он пытался, но не получилось. А теперь еще одно сворачивание. Да, неплохо. Неплохо действует Алькор. Удар от Инцегири. Да, Инцегири получает по голове Егора Соколова. Ты посмотри на его реакцию. Очень тяжело ему уже становится, но он успевает нанести удар локтем. Встретив Алькора у канатов, довольно хитрый маневр. Да, не дал возможность провести суицидальный вылет. И сейчас суплекс практически вертикальный. Еще одно удержание. Возможно, немного торопятся молодые рестлеры с этим. Но уж очень хочется победить. Да, очередной запуск от Соколова промах. А дальше? Так, пока что все остаются на ринге, но... Соколов все-таки отправляется за его пределы. И теперь еще один шанс у Алькора на вылет между канатов. И вот это да, ты видел? Между первым и вторым канатами он пролетел, учел прошлую ошибку. Просто не дал ни единого шанса. Да, конечно, Алькор показывает то, чему он уже успел научиться. Довольно-таки качественная техника. Хорошая скорость. И теперь он подтягивает своего соперника поближе к углу ринга. И не получается, потому что Егор Соколов успевает выставить ногу. Да, Соколов уже умудренный опытом. Уже один раз получил он 450 сплэш. Я думаю, больше не хочет чувствовать его на себе. Да, укладывает просто сейчас Алькора удержание. Два. Ну и что? В принципе, все происходит ровно так же, как и седьмого числа. Соколов доминирует в поединке. Большую часть его времени. Да, но кто знает, чем это все закончится. Алькор тоже показывал кое-что впечатляющее. И вот теперь успевает отойти в сторону своего соперника. Несколько ударов в голову. Соколов все равно действует в атакующей манере. Его так просто не остановить. Опа! А вот это, по-моему, было уже очень серьезно. Коленом прямо в челюсть еще вот так вот добавляет по спине. Держание после такого сальто из положения стоя. Да, сальто с места. Конечно, атлетизм потрясающий. Но пока этого всего не хватает. Всего этого мало для победы. Так, ну что же, теперь уходит Соколов в сторону. Ударяется, по-моему, голова об подушечку ринга. Алькора, это опасная для него ситуация. А еще более опасная она стала после вот этого броска об канаты. Бигбут. Так, теперь посмотрим, что Соколов сделает. Бейсбол слайд была попытка, но... Отличный кик в корпус. Ух ты! Инновационный, я хочу сказать! Да! И еще раз хочет... Теперь уже взлетает над канатами просто. Да, минуту назад пытался Соколов сам пародировать Алькора его жестами. И в итоге попался. Все-таки неровнее он ему вот в этих полетах, прыжках. Нужно брать другим. А сейчас, кажется, история может повториться. Еще в истории станет 2-0. Если сейчас пройдет 450 сплэш... Соколов уже знает, что его могло ожидать. И опять сегодня ему удается уйти от этого приема. Соперник ударяется об канвас, поэтому Соколов мог воспользоваться этим. Правда, Алькор удерживается на ногах. Так, кик-промах, сворачивание раз-два. Нет. Снова нет. А теперь ожог. Неужели... Это коронный прием Соколова, между прочим. Три! И сегодня... Победитель матча... Егор Соколов! Да, сегодня Егор Соколов берет реванш. Сегодня он действительно был лучше сконцентрирован на своем сопернике. И это приносит результат. Не пустыми оказались его слова, сказанные в аутсайде. Знаете, что самое приятное? Смотрите на ваши разочарованные лица. Это корон! Ваш герой седьмого декабря сегодня не оправдал ваших надежд? Проиграл воевателю с Камчатки? Алькор, я тебе это выпреждал. Седьмого декабря тебе просто повезло. Но удача... Удача, она не длится вечь. И сегодня я это доказал. Кстати, 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 помнишь? Тогда я сказал, у тебя же есть парочка сюрпризов. Так вот, готовься встречать свои сюрпризы. Парни, на выход! Что такие, ребята? У-у-у, похлопайте им! У-у-у-у! Это все, кто заставит вашего рода страдать вместе с вами. Равцоски вообще! О, нет, 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 Ангуральков. Куда же ты, куда же ты? Парни, начинай. У-у-у! Э, вы, по-моему! Ну где ты, где? У-у-у! У-у-у! Я могу... Только втроем, вы можете... Ставьте его. А почему вы все в том городе? Придельщики, по-другому. Захотят быть героем этого города, да? Смотрите на меня, я парень в маске. Могу вас защитить. Нифига подобного. Нифига. Знаешь что? Я тут подумал. Из-за тебя меня стали называть картом. Единственный дебютант, который умеешься проиграть, по-моему, да? Так знаешь, что я тебя сделаю? Единственный дебютант, который кончит свою карьеру на втором шоу. Подымайся. Так, кажется, пора с этим уже заканчивать. И нужно что-то с этим сделать. Ну что ж, мой коллега разобрался с этой ситуацией. И поэтому далее мы с вами, друзья, увидим поединок 3 на 3. Егор Соколов и его камчатская команда против Алькора и команды Аликс Ди, которая вышла ему на подмогу. Да, так и есть. Нужно было что-то с этим делать. И лучшее решение это что? Конечно же, еще один поединок. В этот раз 3 на 3. Три петербуржца. Три представителя культурной столицы против Камчатки. Мне кажется, это должно быть увлекает, но уж как минимум. Да уж, несколько киков было в грудь. Егор Соколов попытался ответить, промахивается сейчас и получает по голове. Ну что, кажется, первая командная атака будет в исполнении Аликс Ди. Напоминаю вам, что 7 декабря они открывали шоу и более того, одержали победу от команды из НФР Надежда Америки. Да, этот матч, я думаю, многим запомнился. Дебютный матч как для организации, так и для этой команды. Парни, скажем так, совсем недавно в этом бизнесе, но уже показывают, показывают себя. Да, Ди проводит отличный удар, отличный дропкик по колене, удержание до двух, отчитывает рефери. Ну что, возможно, Соколову пора уже меняться в этом матче, выпускать своих камчатских друзей, которых тоже хочется увидеть в действии. но сейчас был хороший Ди-Ди-Ти. И вот он следует твоему совету. Да, Ди попал в камчатскую засаду. Но, судя по жизненному опыту команды Аликс Ди, в каких только засадах они не бывали и из них выбирались, а иначе мы бы не видели их сейчас на ринге. Да, кажется, судья сейчас немножко недоследил за правилом, каким-то образом сразу двое оказались на ринге и вышел третий участник команды по фамилии Руденко поединок и провел лэк-дроут. Да, ну что ж, несмотря на этот недочет, матч продолжается, хотя, конечно, Ди нужно как-то меняться, а а Рустамов просто издевается над соперниками. Матч продолжается и сейчас будет командная атака, очередная командная атака, двойной суплекс. Нет, не будет в ответ нэкбрейкеру такой вот от Ди. Да уж, двойной нэкбрейкер. Один человек уложил сразу двух соперников, но, правда, у представителей Камчатки есть еще и третий участник, который не дал Ди далеко уйти и все-таки наконец смениться, потому что ему уже явно тяжело находиться на ринге отбиваясь от быстро меняющихся камчатцев. Вот это да, самый крупный вроде как участник команды из Камчатки выдает вот такой довольно атлетичный прыжок. Манкифлип это называется. Да, готовится к продолжению своей атаки, ждет, пока Ди поднимется на ноги. Клоузлайн. И что, еще раз? Да. Да, только в этот раз уже по ребрам куда-то удар приходится. Давай, Ди, брат! Что, неужели эта серия будет продолжаться еще? Так, 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 Ди блокирует. И теперь нас ждет да уж, катапульта смешанная с ударом. Еще вот так вот локоль в добавку с удержанием но не получается. Мне кажется, Ди уже так пора отдавать. так и есть. Ну что, возможно, сейчас темп матча увеличится. Особенно вспоминаю, что мы видели несколько минут назад в первом поединке на сегодня. Но пока что ураганный наездник вместо этого всего и еще один суицидальный вылет между вторым и первым канатами от Алькора. Да, надо возвращаться на ринг. Алькор имеет еще в себе немало сил. Несмотря на то, что это уже его второй матч. А вот и Соколов, вот и его соперник. Получает он, но правда это помогает Руденко воспользоваться ситуацией. Да, и теперь уже Алькор попадает в этот капкан. Капчатский капкан в этот самый угол. Какая-то командная комбинация, подсечка. Да, просто звери с востока, с самого востока нашей страны приехали выступать Нозен Сторм Рестлинг. И теперь Егор Соколов продолжает. Правда, Алькор слишком ловок. Дропкик. Дропкик и выходит Алекс. Наконец-то выходит Алекс в поединок. В самом начале он только его был и вот теперь пошла пошла комбинация, убойная комбинация, которая завершается апперкотом. Да, успевает еще показывать знаки своим соперникам, мол, вы, ребята, не с теми связались и эта победа будет за нами. Так, берет Соколов на плечи, какой-то бросок готовит, но Соколов сползает и так забирает. Кто забирает его? Рустамов забирает. Да, посмотрим снова на этого камчатского парня. В итоге разгон от Алекса. Встречает его своими ногами в воздухе, удержание два. Да, неплохо Алекс добавил свежести поединку. Но тут сворачивание, но канат касался, в любом случае это было, не было победы и закрученный шелом. Снова Егор Соколов на ринге, тоже для него это второй матч. неутомимый, неутомимый Соколов, но сейчас Алькор и Ди выбивают сразу двоих. Так, ну что, уже небольшая путаница была в матче, но все равно Алекс и Егор Соколов, я думаю, легальные участники матча, Ди находится рядом, команда. Это бомба плюс шелом, очень серьезный прием, между прочим. И Алькор 450 добавляет сверху. Наконец-то у него получилось, но камчатские парни выходят на подстраховку, они не собираются проигрывать. Да, Рустамов бьется с Алексом, соответственно Руденко из Ди, Алькор, разгон. И еще раз просто взлетает над канатами для этого своего вылета. Кто же у нас остается на ринге? Опять! Опять Алькор и Егор Соколов. То, с чего все сегодня и начиналось. И Алькор, кажется, пытался вылететь на другую сторону из этого Соколов, его сворачивает и три. Опять победа для Соколова. Вторая уже за сегодня. Парни из Камчатки одерживают победу в этом поединке, а нам остается лишь сказать вам до следующей недели. Соколов... ... ... ... ... ... ... Езжайте домой! Только после ваших рук!